друзья всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня как понимаете про фавориты для того чтобы этот ролик был интересен всем и вам и мне и тем кто любит только про декоративную смотреть тем кто любит только про уходовую косметику я собрала всего понемногу и поэтому в таком формате мне кажется это самый идеальный вариант давайте начнем наверно все-таки с декоративной я фанатка теней у меня такое количество палеток что нормальному человеку просто такое количество абсолютно нормальному ну скажем так простой женщине да не блогеру не визажисту такое количество палеток конечно же абсолютно не нужно но помимо того что я блогер я можно сказать коллекционирую палетки пусть это так выглядит для того чтобы не подумали что я не в себе так вот палеток у меня много и рассказать о них я конечно же 100 тысяч раз уже вам обещала и я обязательно это сделаю а сегодня хочу показать самую востребованную последнее время палетку от urban decay опять же если будем говорить про urban decay у меня были все практических палетки кроме лимиток наверное вот такие основные что ли да самое востребованное из них за последнее время стала вот такая комбинированная что ли палетка потому что вы в ней можете найти и тени и румяна и хайлайтеры кстати и два цвета румяна в том числе но разумеется в первую очередь я обратила на нее внимание из-за цвета теней из-за оттенков теней они очень красивые они очень хорошо мне подходят есть такой небольшой нюанс почему-то я не знаю почему но все тени от urban decay на моих веках уходит в теплый оттенок на мне все-таки немножко есть такой теплый подтон но тем не менее все равно люблю эту палетку использую ее очень часто отличные румяна они очень сильно даже излишне несколько в моем случае пигментированы поэтому я их наношу вот прям чуть-чуть на кисть и о них очень хорошо растушевывается замечательный хайлайтер из двух я использую только один который с холодным подтоном и он мне идеально подходит сегодня я использовала из этой палетки хайлайтер я использовала румяна а то чем я делала макияж глаз я вам покажу вот как раз чуть-чуть попозже давайте наверное дальше я продолжу уходовой косметикой сегодня кстати хочу отметить не основной уход о нем я совсем недавно рассказывала буквально в предыдущем ролике посмотрите кому интересно а сегодня хочу отметить фаворитах продукты которые чаще всего использовалась дополнительного ухода и в первую очередь это умывание конечно же залог красивой и здоровой кожи это очищение это умывание это шаг номер один это шаг самый самый важный я считаю что самые лучшие очищающие средства создаются в вазе у них культ чистоты они на этом помешаны и они умеют делать такие продукты лучше всего так вот сейчас у меня фаворитах два вот таких японских продукта это гамаш увлажняющий гамаш для лица или скатка для лица и и еще называют и собственно говоря тоже увлажняющая омолаживающая пенка для очищения это довольно бюджетные средства и это конечно же не может мне не нравится давайте я сначала вам расскажу про скатку это очень нежное деликатное средство для обновления кожи без механического воздействия этот гамаш содержит фруктовые кислоты содержит экстракт соевого молока это как раз то что дает увлажнение экстракт чайных листьев то есть в нем много полезных компонентов то есть это не просто очищение в чистом виде а у азиатских марок этого просто не бывает потому что они всегда наполнены какими-то очень полезными для кожи ингредиентами применять его довольно просто на сухую кожу вы наносите небольшое количество геля делаете на такой своего рода массаж у вас под пальчиками на лице образуются такие как бы катышки да вы скатываете все вот эти загрязнения потом просто умываетесь и мне очень нравится результат от использования таких средств всегда кожа сияющая чистая ровная это просто классно все-таки гель пилинг этот мы не используем конечно каждый день пару раз в неделю а для того чтобы очищать кожу ежедневно я использую вот такую замечательную пенку белой глины коллагеном и гиалуроновой кислотой для упругости кожи почему эта пенка так хороша для возрастной кожи потому что она мягкая там уже содержание гиалуроновой кислоты коллагена не дает вот такого эффект сухой что ли кожи который довольно часто бывает при использовании средств с глиной ну именно для возрастной кожи значит что у нас получается глина очищает глина абсорбирует все кожные какие-то выделения загрязнения а смягчающие компоненты как раз дает вот такой эффект увлажненного лица ну что идем дальше и теперь уже про уход за телом моим абсолютным фаворитом за последние полтора месяца стала новая для меня абсолютно новая процедура которую я делаю в домашних условиях это мезотерапия для тела антицеллюлитная мезотерапия не так давно я вам рассказывала что использую сейчас домашнем уходе мезороллер для лица я делаю мезотерапию в домашних условиях но мезороллер конечно же можно использовать не только для лица но и для тела и в сегодняшнем ролике про фавориты я просто не могла не упомянуть про процедуру про курс который я сейчас прохожу в домашних условиях Это антицеллюлитный курс, и делаю я его с помощью специального комплекса, в который входит крем-гель от марки Ланатива и специальный мезороллер для тела от марки Ланатива. Думаю, многие женщины знакомы с таким явлением, как целлюлит, и, наверное, на протяжении всей своей жизни мы стараемся с ним бороться с переменным успехом, то лучше, то хуже. Причин, вызывающие целлюлит, тоже довольно много, это и неправильное питание, и сидячий образ жизни неактивный, и стрессы, и курение, но тут еще с возрастом присоединяется такая причина, как изменения гормональные, изменения возрастные. Если мы, в принципе, как бы можем побороться с первыми причинами, допустим, наладить правильно питание, подключить какой-то активный образ жизни, то вот с возрастными бороться, наверное, труднее всего. И тут, как известно, все средства хороши, я довольно долго делала себе самостоятельно массаж после душа массажером, но мезороллер в этом плане работает гораздо-гораздо лучше. Конечно же, перед использованием мезороллера его нужно обязательно продезинфицировать, этот шаг ни в коем случае нельзя пропускать. Теперь нужно тщательно очистить и дезинфицировать ту область, на которой будет работать мезороллер. Ну и потом все довольно просто, мы вертикально и горизонтально прокатываем мезороллер, ну, примерно 5-10 раз, потом меняем направление на диагональное. Обработали небольшой участок кожи и сразу наносим специальный крем-гель от La Nativa, который содержит бета-глюкан и кокосовое масло. Биоорганический бета-глюкан восстанавливает кожу изнутри и стимулирует выработку в коже собственного коллагена и эластина. Это очень-очень важно. Во время проведения процедуры использования мезороллера на коже остаются тысячи микропроколов. И именно эти микропроколы позволяют гелю с бета-глюканом попадать в более глубокие слои кожи. Представьте, насколько улучшается эффект от использования. Это антицеллюлитный гель, он разработан специально для борьбы с целлюлитом. Он содержит компоненты, которые стимулируют кровообращение, которые стимулируют водный обмен в коже. Компоненты, которые увлажняют ее, придают тонус. То есть это замечательный продукт. Конечно, нужно понимать, что если вы просто будете лежать на диване, если вы не будете следить за своим питанием, за своим образом жизни, то никакие мезороллеры не помогут. Здесь нужно по всем фронтам работать, и тогда результат обязательно будет. Компания La Nativa существует на рынке уже довольно давно, больше 15 лет, и им можно доверять. И, кстати, до недавнего времени они выпускали свою продукцию только для профессионалов. Для специализированных салонов, спа-салонов, салонов красоты. И только с недавнего времени у них появилась продукция для домашнего использования. Это, конечно, здорово. У нас с вами больше шансов и возможностей хорошо выглядеть и ухаживать за собой. Продолжим фаворитам декоративной косметики. Давайте буду так миксовать, мне кажется, так гораздо интересней. Помада. Я довольно часто пользуюсь блесками, и, наверное, мои постоянные зрители об этом знают. Но зима, холодно, и блеск не только не очень приятен на губах, если учесть наши морозы, но и к тому же выглядит, мне кажется, зимой блеск, ну, несколько инородно, что ли. Это помада блеск от... Блин. Стоять. Это помада блеск от Clorance. Это помада очень комфортная. Изначально я купила один оттенок, и он мне настолько понравился, что я пошла и купила еще один. Ну, другой, соответственно. У меня два очень красивых и любимых мною оттенка. Один более светлый, с таким очень холодным, что ли, пигментом. Второй более теплый и более яркий. Тот, который яркий в оттенке номер 31. Я сегодня наносила на губы, делала макияж, но я подозреваю, что сейчас вы, скорее всего, увидите опять что-нибудь нейтральное, розовенькое, как обычно у меня блески и помады выглядят в видео. Все это происходит именно потому, что камера съедает, что ли, яркость цвета, потому что и обработка потом идет более холодная, и все тона превращаются вот в такие розовенькие. На самом деле я вам вставлю отдельные кадры и покажу, как эта помада выглядит. Ну, сделаю сводч, да. Она очень приятная по ощущениям. Вот этот оттенок номер 31 очень мне нравится. Вроде как выглядит она рыжевато-теплой, но на губах у нее есть холодный отлив. И получается нечто персиково-розовое, очень натуральное, очень красивое, но не совсем блеклое, что ли. И она не впитывается в губы через пару часов, как бывает иногда у меня с увлажняющими помадами, потому что губы сухие. Нет, она остается на губах и выглядит очень даже хорошо. Отличная качественная помада, которая и увлажняет их, и питает, очень приятно на губах и красиво смотрится. Поэтому за последние два месяца это фаворит, и использую я их довольно часто, ну, если не постоянно. Ну что, я продолжаю и опять про декоративную косметику. Еще одним, безусловным, фаворитом для меня является вот такая палетка от Dior из линейки Dior Backstage. И на самом деле мне в ней нравится все. Я использую ее очень-очень часто. Единственное, в чем, ну, как бы можно к чему придраться, это то, что довольно такая простая, что ли, упаковка, но нужно не забывать, что это линейка и по цене дешевле, чем основная их линейка. Это такой, как бы, закос под профессиональное использование. Об этом говорит в первую очередь то, что в этой палетке есть кремовая основа для теней. Причем основа дельная, основа работающая и основа, которая реально держит ваши тени на месте. В этой линейке у них есть две палетки, холодная и теплая. У меня теплая, но она не вся теплая, то есть она не рыжая. Есть два по центру оттенка, такие довольно рыжие, и можно видеть, что я ими не пользуюсь. Все остальные цвета использую практически каждый день. Опять же, с этой палеткой можно сделать и макияж бровей, и макияж глаз, и при необходимости можно даже скорректировать лицо. То есть здесь очень много вариантов. Вообще по текстуре эти тени разные, есть матовые, есть такие сияющие, есть атласные. И все эти текстуры, в общем-то, находят применение на моих глазах. Очень нравится палетка, особенно два оттенка, это матовые и коричневые. Кстати, совершенно не рыжие, а наоборот, вот такой больше с холодным подтоном. И еще один тоже холодный, сияющий, золотистый, наверное, такой какой-то приятный металлик. В общем и целом, очень довольна этой палеткой, и использую ее очень-очень часто. Кстати, в дуэте бывает, что с палеткой от Urban Decay, которую я вам выше показала, вместе они тоже отлично работают. Взять одну эту палетку, и можно сделать полностью макияж весь. Поэтому, если я в поездку, поэтому если я куда-то еду, то, скорее всего, я возьму ее. И одной ее мне будет более чем достаточно. Следующим моим фаворитом стала вот такая мицеллярная вода от Cadaly. Как видите, она у меня уже практически пустая. Как же она мне нравится. Она подходит для чувствительной кожи и для кожи вокруг глаз. И в общем и целом я использую ее именно для этой области. То есть все, что я использовала, было применено именно вот на эту чувствительную, тонкую и, как правило, сухую область. И на этой области работает этот продукт более чем хорошо. Мне настолько нравится ее мягкость. Очень мягкая, хорошая формула. Это французский бренд натуральной косметики, который выпускает свои средства на основе виноградного масла, виноградного экстракта. И вот эта мицеллярная вода отличается именно мягкостью. Кожа после использования настолько мягкая. Это просто удивительно. У меня даже, знаете, такое ощущение, что какая-то защитная пленочка на коже все-таки остается. Такое ощущение, что я что-то уже использовала после этой мицеллярной воды. То есть чем-то уже увлажнила кожу. Именно поэтому для меня так ценен, что ли, этот продукт. Именно поэтому он у меня фаворит. Именно поэтому я использовала именно его последнее время для удаления макияжа с кожи вокруг глаз. Я, наверное, еще отмечу, что, скорее всего, если вы будете делать макияж водостойкими продуктами, какими-то суперстойкими, то она, скорее всего, не справится. Эта вода отлично для ежедневного использования, для макияжа, ну, такого повседневного, когда мы, наверное, нечасто какие-то суперстойкие продукты используем. Вот в этом случае эта вода идеальна, потому что она кожа вокруг глаз, она абсолютно мягкая. Она не раздражающая кожу, она хорошо растворяющая макияж, но при этом кожу не сушит. И вот этого мне более чем достаточно. Ну и в заключение еще два фаворита, два шикарнейших продукта от марки Rouge Bunny Rouge. Я не так давно снимала видео про свои любимые тональные средства. По-моему, пять тональных средств я вам показывала. У этого ролика довольно много просмотров, тема это интересно, понятное дело. Ссылку на этот ролик я оставлю вам в конце видео, так что, если интересно, заходите, посмотрите. Но так как сегодня ролик о фаворитах, то я должна была выбрать именно те средства, которыми чаще всего пользовалась в последнее время. А в последнее время я использовала именно вот эти два продукта от марки Rouge Bunny Rouge. Это сыворотка, тональная сыворотка и жидкий бронзат. Начать, наверное, нужно с шикарной упаковки, начиная от самих флаконов. Матовое стекло очень-очень красивое, стильно выполнено. Ну и коробки, они тоже очень-очень красивые. Посмотрите, какие оригинальные, да? Мне очень нравится. Давайте сначала про вот этот жидкий бронзат вам расскажу. Я просто влюблена в это средство. И нечто подобное я уже давно хотела купить. Я слышала не об этой марке, а какой-то другой от Анечки Купер. И она рассказывала о том, что вот такие жидкие средства, подсвечивающие средства, они действительно делают лицо, ну, таким более холеным, наверное, здоровым, красивым. И я, в общем-то, понимала, что это действительно так. Потому что легкий загар, не тот, знаете, загар-загар, а вот такой легкий, когда ваша кожа вот просто чуть как будто бы тронута солнцем, это любую кожу украсит, любого возраста здесь бесспорно. Это легкая гелевая текстура. Нужно обязательно какое-то время, не меньше 3-5 минут, чтобы это средство как бы село на кожу, чтобы оно перестало как-то безудержно сиять, и чтобы вот этот оттенок загара, он распределился на коже и выглядел бы очень натурально. Вот сегодня я использовала и тот флюид, о котором сейчас расскажу, и вот это бронзирующее средство на кожу. То есть какого-то эффекта яркого, не знаю, ненатурального вы не получите. Здесь как раз все очень-очень в меру. Это средство, которое выполняет и функцию сыворотки, и функцию основы, потому что здесь в этом жидком средстве есть сияние, то есть такое очень красивое золотистое сияние, и цвет легкого загара, и, наверное, я еще отмечу уход, потому что здесь действительно очень много ухаживающих компонентов, и это чувствуется, потому что кожа комфортна. После использования вы получаете легкий, естественный эффект загара, эффект сияющей кожи, который, конечно же, смывается как простое тональное средство. То есть это не автозагар, это такая основа, что ли, для чего-либо. Конечно, наверное, летом его можно и самостоятельно использовать, но сейчас, зимой он как раз вот с тональным средством идеален. Можно, конечно, нанести его на лицо, а потом сверху тональный крем, а можно несколько капелек этого бронзата добавить в тональный крем, размешать и нанести таким образом. Ну и вот это замечательное средство, которое я ошибочно выше называла как флюид. Это не флюид, это эмульсия, а это совершенно разные вещи. Флюид он все-таки более тонкий, средняя текстура, очень хорошее покрытие. Финиш между матовым и сияющим. Вот прям настолько все благородно, что ли, настолько все красиво. Очень приятная, комфортная кремовая текстура для осени и зимы просто идеально. Он и не плотный, он и не тонкий, у него среднее покрытие, и он просто превосходно выглядит на коже. Это продукт не очень стойкий. Он дает такой натуральный макияж, но не тот, который прям а-ля натюрель, вообще нет ничего на лица. Это тот, который красиво замаскированно, но без излишней плотности. Эта тональная эмульсия никогда не проваливается в поры, очень себя хорошо ведет до самого вечера, хотя, повторю, стойкой я бы ее не назвала. И вот этот слегка уловимый эффект сияния мне просто очень нравится. Кожа подсвечена, но не тотально, потому что матовый макияж в нашем с вами прекрасном возрасте это не совсем то, что нам нужно, но и сильно как-то блестеть, сиять тоже не хочется. Вот здесь прямо золотая середина и по плотности посредней, и по финишу, как это выглядит, и по нанесению очень легко и беспроблемно. Я для себя не нашла в нем никаких минусов, но возможно только то, что Т-зона, ну, наверное, часа через три уже начинает блестеть. Но это тоже для меня не проблема, потому что матирующие салфетки всегда рядом со мной. Это, наверное, все, что я сегодня хотела вам показать. Напомню, что я рассказала сегодня о средствах, которые больше всего запомнились мне за последнее время, то, что я с большим удовольствием использовала. И также хочу напомнить, что под этим роликом находятся все ссылки, все названия продуктов, оттенки и все, что вам может пригодиться. На этом все. Всего вам хорошего, хорошего вам настроения. Скоро Новый год, так что готовимся!